Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы начинаем изучение трудных мест Священного Писания, Евангелия от Марка. Но хотелось бы сказать несколько слов о самом этом Евангелии. Согласно ранней фригийской традиции, Древняя Церковь судила об авторстве Марка по пяти ключевым положениям, в каждом случае связывая авторство этого Евангелия через Марка с самим апостолом Петром. Во-первых, Марк точно интерпретировал слова апостола Петра, описывал правильные его действия. Петр был для Марка главным источником воспоминания о Христе. «Марк не ставил себе целью записать услышанное в точном хронологическом порядке». То есть для него важнее слово, сказанное к случаю. Подобное мы видим у других евангелистов. Петр излагал учения Господа, как того требовали обстоятельства, он не стремился предать его речи, то есть речи Христа, какой-то особо такой возвышенный стиль. И тоже предлагал слова Христа конкретным обстоятельствам, то есть к тем случаям, к которым они наиболее точно подходили. Марк не исказил и не упустил ничего важного из всех слов апостола Петра, которые мы имеем и в других евангелиях, в евангелии от Матфея, от Луки и от Иоанна. Спустя несколько десятилетий после смерти папи Климента Александрийского, это около 150-215, в абсолютно другом регионе, в Египте, тоже закрепился традиционный взгляд на Марка, как на надежного толкователя слов Господень, засвидетельствованных самим Петром. Поэтому это не только фригийская, не только римская традиция так относиться к этому Марку. То есть он как секретарь апостола Петра и воспринимался древней церковью, как человек, который записывал слова Петра. Согласно известной Клименту традиции древних александрийских пресвитеров, Марк был связан с Петром в течение долгого времени. Петр знал, что Марк записал его Петра рассказы, и вот интересная деталь, и не возражал против этого, хотя напрямую этому не содействовал. Ну, можно предположить, что по смирению. И Марка к этому не побуждал. Считается, что Марк отвечал на многочисленные просьбы христиан Рима, христиан Александрии, Каппадокий записать те свидетельства апостола Петра, о которой он запомнил. Для первых христиан очень важно было сохранить свидетельство самоочевидцев слова. Самоочевидцами слова назывались те, которые видели Христа своими глазами, слышали своими ушами, осизали своими руками и были свидетелями всех событий, начиная от крещения Иоаннова и до Вознесения на небо. Это мы видим из текста книги «Деяния святых апостолов», когда вместо самоубиенного Иуды выбирали нового апостола, его выбирали именно по принципу, что он должен был быть свидетелем всех известных событий. И первый вопрос, который мы сегодня рассмотрим с вами по трудным местам Евангелия от Марка, это первая глава, первый стих, почему Марк, ну мы понимаем, что это Петр, но будем называть все-таки это Евангелие от Марка, а первый вопрос, почему Марк не приводит родословную Иисуса Христа, как это делал Матфей, как это сделал Лука. Действительно, немного непонятно, почему такое упущение, если Евангелие от Матфея начинается словами родословия Иисуса Христа, сына Давидова, сына Аврамова, то здесь просто начало Евангелия Иисуса Христа, сына Божия. Евангелие – это проповедь с радостным контекстом, то есть радостное сообщение. Какое можно найти решение? Решение такое. Марк представляет Христа в своем Евангелии как раба. Я имею в виду, как раба Божия, который исполняет всецело волю Отца Небесного, ничего от себя не говорит и не действует от себя, все согласует с волей Отца Небесного. для самого апостола Петра быть рабом Божиим – это особая честь. Он с достоинством пишет о себе Петр – раб Иисуса Христа. А если речь идет о рабе, то никакие родословные не присутствуют. Это очевидно. И для римских слушателей Евангелие от Марка, если бы оно было бы снабжено еврейскими родословиями, оно бы в этой части не представляло бы никакого интереса. Интерес представляло бы само учение и не более того. А вот в Евангелии от Матфея, конечно, здесь очень важно было начать с родословия. И в Евангелии от Луки, где говорится об общем человеческом, во Христе, о Его единстве с нашей природой, мы видим, как его родословие возводится к Адаму, а у Матфея начинается и нисходит от Авраама. Иоанн, богослов, представляет Христа как Сына Божия, следовательно, он прослеживает происхождение Христа вплоть до его вечного первоисточника Отца. Вначале было Слово, и Слово было Богом, и Богом было Слово, и так далее, и так далее. И Слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати истины. И в зависимости от того, какую задачу ставит перед собой тот или иной евангелист, он может менять порядок притч Христа, менять порядок внутри поучений Христа. И в Евангелии от Марка 10, 45 мы находим слова, «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». То есть Он пришел в этот мир, чтобы явить нам образ раба Господня, который во всем выполняет волю своего Господина, Бога Отца. Конечно, это не умаляет ни его божественного достоинства, ни его человеческого достоинства, ведь Он воплотился для того, чтобы явить пример человеческой жизни, а обстоятельства человеческой жизни бывают разные. Вот что пишет святитель Иоанн Златоуст от его Гамилии на Евангелие от Матфея. «Потому далее и говорит, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Как бы так сказал, «Я не остановился на том только, чтобы послужить, но и душу самую жизнь свою отдать в искупление». И за кого же? За врагов. «Ты, если смиряешься, смиряешься для себя самого», продолжает Златоуст, «а я», он как бы говорит от лица Христа, «смиряюсь для тебя». Итак, не опасайся потерять честь свою через это. Сколько бы ты, человек, не смирялся, никогда не можешь смириться, столько, сколько смирился владыка твой Христос. «Однако это уничижение его сделалось возвышением для всех и открыло славу его. Прежде, нежели он сделался человеком, известен был одним ангелом, а когда стал человеком и был распят, тогда не уменьшил ту славу, которую имел, но и обрел новую, будучи познан всею вселенную, айкуменную». Не бойся же потерять честь свою от того, что ты смиряешься. Смирением боли возвысится и распространится слава твоя. Он, Христос, есть дверь к Царству. Зачем же идти в противоположную дверь? Зачем вооружаться против самих себя? Если мы захотим казаться великими, не сделаемся великими, но будем бесчестнее всех, видишь ли, как Господь всегда старается на них подействовать примерами противными, но дает и то, чего они желают. Мы уже и прежде много раз замечали это. Так поступил Он, Христос, с любостяжателями и с искателями суетной славы. Для чего, говорил Он, ты творишь милостыню пред человеками? Для того, чтобы наслаждаться славой, не поступай таким образом, и ты насладишься этой славой вполне. Для чего ты собираешь сокровища? Для того, чтобы обогатиться, не собирай сокровища, и ты непременно обогатишься. Так поступает Он и здесь. Для чего, ты говоришь, Он желает первенства? Для того ли, чтобы быть выше других? Избери же последнюю степень, и тогда получишь первенство. Если желаешь быть великим, не ищи величия, и тогда будешь велик. Унижение то и составляет величие. И в Священном Писании есть слова о том, что мы обогатились бедностью Господа нашего Иисуса Христа. И не случайно, что в ветхозаветных пророчествах Он действительно называется рабом Господа, рабом Яхве, то есть Бога Отца. Друзья, берегите друг друга, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Субтитры Субтитры Продолжение следует...